Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов. Добро пожаловать в программу Концертный зал. Сегодня у нас будет много разговоров и много рэпа. Итак, в эфирной студии Страны ФМ Владимир Афанасьев, он же Негатив. Получи, привет. Здравствуйте. Привет, привет. Как твои дела? Все хорошо, спасибо. Наступила зима. Как ты к ней относишься? Как к снежному времени года вообще? Так же, как медведь. Я сплю, потому что в Петербурге где-то, наверное, в районе десяти светает, а в три уже темнеет. Как творческому человеку, скажи, вот такой график, такая степень освещенности, как на тебя она действует? Мне кажется, никак не влияет. Во всем есть свои плюсы и минусы. На то нам дана зима, мне кажется, в том числе, чтобы в трепетном предвкушении, нагнетая эмоции внутри себя, ждать весну. Вот реально заглядывать в окошко, прислушиваться, не началась ли капель. Слушай, ну а вот в это время в Петербурге лучше ли пишется, чем весной? Сочиняется. Когда вот вдохновение приходит? Я не могу сказать, что весна для меня, вот это пора вдохновения. Весной все хорошо. Теплеет, солнышко проглядывает, нет-нет. Хочется бежать, гулять, заниматься какими-то делами, не связанными с творчеством. Слушай, ну а зимние виды досуга, лыжи, коньки, вот это вот тебе свойственно? Нет, я же родом с Кубани, поэтому я лыжи видел два раза по телевизору, когда Олимпиаду смотрел. Вот. Ну сейчас-то уже есть там горнолыжные курорты, да, на Красной Поляне. Но когда я был юн, молод и горяч, когда бы я, наверное, и мог начать, мог, в принципе, пристраститься к зимним видам спорта, ничего этого в помине не было, поэтому я как-то упустил момент. По поводу юности и горячести, значит, не так давно у тебя был день рождения? Ну да, вот буквально. Вот буквально с прошедшим тебя о днем рождения. Расскажи, как отметил и как вообще любишь это делать? Дома. Не молодеем, стареем, поэтому хочется такого чего-то тихого, уютного, спокойного. Дома, с семьей, собственно, я отвечу. Значит, ни дома, ни с семьей, очень скоро будешь ты выступать в большом, красивом концертном зале, в клубе. Да. Вот, это будет седьмого числа. Ну, ты видишь, завтра. Да, совсем скоро, друзья. Об этом мы еще поговорим. Если у вас есть вопросы к негативу, оставляйте их ВКонтакте телерадиоканала Страна.ФМ. Также вам в помощь номер 8909-928-189-9, смс WhatsApp Viber. Ну, а сейчас музыкальная часть концертного зала. С чего начинаем? Начинаем, если память меня не подводит, с трек-оловину «Зимаш». Поехали. Монотонная, тусклая, бляклая, узкая тянется, дни вереница. Мы в бездонное небо не пялимся, и журавлей нам сменили синицы. Нам не снится Эдем по ночам, и теперь по ночам нам все чаще не спится. Жизнь бригает в обоз на самих, без колес под откос колесница там мчится. Но внезапно твой образ возник, одинокая средь суеты, Остепительной вспышкой на миг, осветив этот мир нежилой пустоты. Ум оставил меня, он растаял, азиап, он хондрит, и он словно простыл. Я пытался бежать, толкать дня до возня, ведь вдали полыхали мосты. Воздух чист, солнце риск, по одной напыляет пылинки. Пульс безудержно выдает вист, и без помощной воли ужимки. Слышен гул там вдали под покровом стадиона, искрящейся призрачной дымки. И на теплое сердце мое аккуратно ложатся снежинка к снежинке. И ты сошла, будто лавина, сошла, будто лавина. Закрушила, сгребла, растоптала, смела, все в душе моей непоправимо. Сошла, будто лавина, сошла, будто лавина. Не стоять, не уйти, нет преград на пути против силы той неумолимой. Сошла, будто лавина, сошла, будто лавина. Время лечит и шансы спасти, все же есть хоть секунды здесь наперечет. Вот смотри, я забыть так и смог за покуп водопады волос на плечо. Я делами себя завалил, этот хлам растопил, бегут слезы лучом. Так неделя сменяет недели, и верю, еще чуть-чуть и извлечу. Оступился, и вот та ошибка, что все долгие месяцы стоят. Я в немешка, я отдал до нитки свое ледяное, чтобы взгляд тут не помнить. Чтоб не снился изгиб той улыбки в линии белоснежной ладони. И вырывается в юго в такой беззащитный остров, как карточный домик. И ты сошла, будто лавина, сошла, будто лавина. Закрушила, скребла, раздобдала, смела, все в душе мы непоправимо. Сошла, будто лавина, сошла, будто лавина. Не стоять, не уйти, нет преград на пути против силы той неумолимой. Зашла, будто лавина, сошла, будто лавина. Закрушила, скребла, раздобдала, смела, все в душе мы непоправимо. Сошла будто лавина Сошла будто лавина Не стоять, не уйти Нет преград на пути Против силы той неумолимой Сошла будто лавина Сошла будто лавина Ты сошла будто лавина Хилет меня остановила Аминь. Там не один, да. Кто же там будет, что за программа? Я буду с моими друзьями, с музыкантами. Это Руслан Гаджимурадов, барабанщик, и Саша Гаврилов. Он басист и клавишник. Очень удобно. Не нужно возить отдельный басист и отдельный клавишник. Вот. Это будет презентация альбома, которая вышла в октябре. Жамевю и плюс. Ну, мы так называем их в кавычках легонько и скромненько хиты. Ну, то есть все, скажем так, все старые мои, полюбившиеся моей именно аудитории песни. Пластинка вышла, пластинка на электронных носителях. Уже смотрим, скачиваем. Что касается дисков, печатал, не печатал? Вот они как раз, я уже успел один подержать, даже понюхать. Вот только что они напечатаны, и завтра они будут, я думаю, что и раздаваться, и продаваться. И раздаваться, и продаваться. Ну, да. Ну, слушай, это здорово, потому что сейчас не каждый артист печатает диски, и за это тебе отдельное спасибо. Спасибо. Много ли уже альбомов, много ли песен для следующих альбомов? Как у тебя? Я не умею так. Есть люди, которые, как, я не знаю, завод пишут, не покладая рук, то есть просто отбирая материал, компонуя, как бы в альбом, в альбом. И за дня в день нет. Для меня альбом — это целое событие. Это какая-то такая веха, голова, которую нужно пережить, и должно какое-то пройти время. То есть в октябре он вышел, нужно понять еще... Я рефлексирую, наверное, от пристрастий публики, от того, зашло или не зашло, понравилось или нет. Ну, вовсе не потому, что я стараюсь подстроиться, да, для этого эта конъюнктура — это, ну, несколько другая штука. То есть мне важно понять те мысли и эмоции, которые я закладывал в песню, понятны ли они аудитории, либо над инструментариями и механизмами закладывания этих эмоций нужно еще поработать. И все это требует время, то есть нужно обкатать концерты, посмотреть, как та или иная песня заходит, что пишут в сети и так далее. — Тебе пишут куда чаще всего? В Инстаграм? — В ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер. Почти всюду я сам читаю и стараюсь отвечать. — Друзья, почти всюду. Выбирайте те места, где Владимир читает сам. По поводу концертов, значит, завтра в Москве в 16 тоннах. Где, когда еще тебя можно увидеть, услышать, пообщаться с тобой? — В Петербурге будет презентация 22 февраля. Как-то мы так дистанцировали друг от друга. И там же будет еще большой группный фестиваль. — В январе. — 2 и 3 января. — Да, расскажи, что фестиваль. — Мне мало что о нем известно. То есть просто люди узнали, буду ли я в городе. Поскольку, я так понимаю, немногие будут в городе и немногие будут в состоянии. — Ну, слушай, такие даты. — 2 января, да. — Самые стойкие. — Да, да. Я вообще удивился, что, оказывается, есть люди, которым интересно сходить на подобные мероприятия в эти даты. А говорят, что да. То есть вот первое еще нет, а второе, третье, люди прям активно ищут какой-нибудь досуг культурный в том числе. — Это фестиваль, посвященный рэп-музыке? Или там разная музыка? Что за мероприятие? — Нет, я же говорю, там очень своеобразный и самобытный лайнап. То есть будет еще группа Snow Goons, если я правильно называю их, потому что, поскольку они немцы, с одной стороны, это может быть Snow Guns, да, там с другой стороны, вот если немцы, наверное, Snow Goons. Будет певица Луна. То есть это вот такой, да, это такой вот довольно-таки, и будет множество андеграундных групп узкой направленности. Мне интересно, что это получится по факту проведения. — Санкт-Петербург, второе и третье. — Второе и третье января. — Два дня. Значит, место? — Подробности в сети. — Подробности в сети? — Да. Это не то, что я как бы отнесся так спустя рукава. То есть я все узнал, почитал, а потом, ну, по поводу места и времени, я так понимаю, что по времени это будет максимально растянуто. По поводу места, то есть как бы мне важно было понять, что в Петербурге, в Петербурге. Все, я в Петербурге, а там уже доехать, я думаю, что доеду. На новогодние праздники «Негатив в Питере». Все, ищите информацию в сети. Следующая песня у нас на очереди какая? — Ах, помнить бы, помнить трек-лист. — Ну, да, поставьте. — Если память меня не подводит, опять же, мы, когда в прошлый раз со мной виделись, обсуждали, что вот-вот скоро должен выйти фильм на районе. — Да. — Да, и там вышла такая неплохая песня с саундтреком к этому фильму. Уже и фильм вышел, и прошел в прокате, и вышла песня, которая, опять же, многим полюбилась, и называется она «Если нет пути назад». — Друзья, смотрим, слушаем «Негатив» в концертном зале. Эй, в этом мире ты один на один самим собой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Дамы и господа, Владимир Афанасий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не чем-то, а жизнью Как тебе в компании Данила Козловского Как в киношной тусовке тебе Насколько уютно себя почувствовал Захотел ли продолжения? Продолжение захотелось Безумно понравилось, интересно В этом самом деле есть магия И сам процесс Захватывает сам процесс И игровой, я имею ввиду, и актерский И сам процесс съемки Потому что когда там больше 50 человек Ставят, снимают одну сцену Кто-то всем этим разруливает Какие-то невероятные технические свершения Вокруг тебя происходят И ты переживаешь даже не только за то Чтобы не забыть текст, например За то, что не дай бог сейчас поперхнулся И все, и огромные деньги И труд полсотни человек сразу утерян Это все захватывает, нравится И очень здорово смотреть за тем Что потом в итоге получается В финале, потому что получается Ну, с 99, наверное, процентами вероятности Совсем не то, что снимаете То есть ты посмотришь Надо же Скажи, сколько дублей делали? Потому что в кино же не как в театре То есть ты один раз по сцене прошел Что-то сделал Потом уже эту эмоцию не надо повторять Здесь может режиссер сказать Владимир, пожалуйста, еще раз Ну, по-разному Если говорить именно про фильм на районе На районе, да Да, то Ольга Зуева, режиссер Она такая, она довольно-таки требовательная Это же дебют у Оли И не было Да, это ее дебют, да И не было, по-моему, ни одной такой сцены Чтобы мы вот с одного дубля Все снято, ребят, спасибо Пока Может быть, было, когда Я был не все с Семочной дни Может, когда снимался Данила или Илья Или кто-то Другие ребята, да, там, из нашей Актерской компании Не побоюсь этого слова Может быть, такое было А так-то вообще То есть помимо этого еще и в сериалах Я уже успел там подсняться И Вот, кстати, в декабре выйдет фильм «Табол» Где я тоже такой, оп, промелькнул Меня там будет сложно узнать В какой ты роли там промелькнул? Я там играю Чонга Это переводчик китайского посла Ага Вот Причем мне там Побрели на лысо Приклеили такую косичку Со мной даже китайцы натуральные На съемочной площадке Которые были в массовке Фотографировались Почему? Ну, видимо, потому что я был Необычный Более, да Больше во мне было китайцев В них Либо в их знакомых Вот И там уже как раз Стали появляться Такие какие-то сцены Где Удавалось Ну, скажем так Делать какую-то работу Выполнять Над ролью Режиссера С одного дубля Да И это, конечно, очень приятное ощущение И Приятно в том числе На себе Ощущать взгляды Партнеров по площадке Вот Тем более, если коллектив Дружный То есть Когда делается Один дубль Режиссер Говорит В рации Все снято было И ты думаешь Чувак Нормально Получилось Растем, да Куда-то идем Поэтому в этом Поэтому и хочется Сниматься в том числе Потому что Масло есть своих фишек Нюансов Своих особенностей Скажи, предложение Стало ли больше После Роли вот этого Представителя Криминального мира Звонят ли Говорят Владимир Есть хороший сценарий Почитайте Нет Помимо Как-то слишком Да Прозвучало Слишком однозначно И понятно Я думаю Что не стало больше Помимо тех проектов Которые уже К тому моменту Были в разработке На данном этапе Новых не появилось Но фильм-то в принципе Вот-вот Свежий Да Но имя Наверное Имя Данилова Валерьевича Козловского Работает как заклинание Потому что Даже те проекты Которые В разработке Находились И на которые Я был предварительно Условно утвержден Звонили продюсеры Линейные И спрашивали Извините пожалуйста Мы просто уточнить Мы вот по тому же Гонорару работаем С Володей С которыми проговаривали Кроме этого Я не знаю Плюс ли это Данила Валерьевич Спасибо Спасибо Данилу Спасибо Ну и у нас опять Музыкальная часть Концертного зала Что за произведение Это трек На районе Он называется На районе Да точно так же Как и фильм Мне виделось В нем Когда я его писал Такой мрачный Нуарный Нео Блюз И клип Есть Какой Есть и клип Да Хотя Наверное По большому счету Это ближе К русскому року Чем к блюзу И мне виделось Что именно Эта песня Должна была стать Заглавной К фильму Но Олег Зуева Посчитал по-другому А песню я переиграл Чуть переначал Переделал И решил не пропадать За добру Конечно Вот Поскольку что-то доброе В ней нашел Слушаем Смотрим И снова одинок И потерян Снова мир жесток И в нем звери Биться в закрытые двери Лишь убедиться Никому не верь Читаю твое имя Даже на луне И в надписи В подъезде На стене Боли нет Боли нет И где-то на дне Вижу свет от огней Я не светен Больней Больней Устал Смертельно Брожу Без цели Кто украл Мое время Дрожу И не смею Тает память В этот пятый Понедельник И не падает ночь Напивая колыбельную Ты дыра В моем рассудке Он тонет Я дурак Мечтал забыть И не помнить И умчать от тебя За три моря Но я здесь Нараздесь 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 На районе Зеро на душе Зеро на телефоне На телефоне И я забыл все пароли Я с рублем под горе Я с рублем под горе И с миром поссорим Слышишь С миром поссорим Хоть кто-нибудь Просто не давайте мне лечь и уснуть Хоть кто-нибудь Одно мгновенье, чтоб увидеть всю суть Хоть кто-нибудь Я пробил ной Поднял всю муть Вода стеснила мне грудь И не продохнуть кровь Тягучая вязкая Я ртусь Знаешь Я бился И дрался Не сдался От долгу Я ждал всех Искал успех Скитался Был волком Разбился Стал острым Осколком Надолго Один на один И терпеть Это долг Мой эсприн В каждом выдохе Вдохе Вязкий дым Проникает Моих легких Захотел улететь На плечах Жепут соли И я здесь Нара Здесь Нара Здесь Нара Здесь На районе Зирон на душе Зирон на телефоне На телефоне Я забыл все пароли Я срублен под корень И с миром поссорен Слышишь С миром поссорен Здесь Нара Здесь Нара Здесь 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 На районе Студия Студия 89,9 Концертный зал Дамы и господа Дамы и господа Сейчас Про чайку Благодаря издательству Эксмо Можно почитать Заново Рассказывать Что к чему Собственно Книга Отредактировалась От и до А то есть Это не просто Новый тираж Да Она еще И переиначена В конце Потому что Когда я писал ее Давным-давно Лет 7-8 назад Она задумывалась Как первая часть Первая книга Семикнижья Поэтому Соответственно А потом уже Время прошло Я понял Что вторую Четвертую И так далее Части писать Я не стану И пришлось Переделать Концовку Той книги Так Чтобы она Стала самостоятельным Произведением Чтобы она Не отрицала Но не предполагала Изначальное Продолжение То есть Продолжение написать Можно Но не обязательно Вот И Соответственно Мы слава богу Вышли на крупные издательства Потому что До этого Был сам издатель Переходилось Еще в те Безинтернетные Скажем Не безинтернетные Малоинтернетные Низкомощностные Времена Возможности Да Интернетные Продавать через почту Как-то с людьми Там наложенный платеж Там Просто с ума сойти Вот И она долгое время была Вот та первая версия В свободном доступе То есть Никто ее не таил Не скрывал И переделали Отредактировали И выпустили заново Уже В хорошем издании С крупным издательством Значит Друзья Если вы любите Мистические детективы Если хотите В одной книге А не в восьми книгах Прочитать всю историю Организации Чайка А это какая-то Организация Может С мстителями Поспорить Вот Так что Читайте Владимир Афанасьев Книжка ждет вас Уже В музыкальной Книжке Давным-давно С июня Да И в интернете И в обычных книжках Да Астрологический суд Уже В продаже Но это Не все Что предлагает нам Литературный гений Негатива Рассказывай Что еще нам ждать Ну здесь пока Вперед Впередыдущие планы Поскольку Есть вторая книжка Которая была написана В этом году И она сейчас Как раз находится Ну еще не в редакции Скажем так В бета-ридерстве Есть такие люди Бета-ридеры Которые читают книги Составляют свою рецензию И дают рекомендации Что понравилось Что нет Это преддверие Фокус-группа такая Что ли Ну условно Да Другими словами Фокус-группа На телевидении Профессиональные Что ли Какая-то Да Просто люди Я так понимаю Вкус у которых Кругозору эрудиции Вкус у которых доверяют Профессиональные читатели Наверное Да Даже наверное Больше вычитывать Вычитывать Ири Потому что Они на нюансы Обращают внимание В том числе А что какие-то Исторические нестыковки Не пропустить Или что-нибудь Ну да По большому счету И потом будет Коррекция Редакция И я думаю Что в следующем году Называется она Фан-фан Это никак не перекликается С бульварным романом Французским Который Фан-фан Тюльпан Был такой И фильм И фильм И не один Даже Фильм Это как раз Про развлечение Это про Знаменитый лозунг Хлеба и зрелищ Вот И про Современное поколение Которому Как бы Можно даже И без хлеба Ну словно Там хипстером Как бы Можно и без хлеба Обойтись Давайте вот Зрелищ Только и зрелищ Как бы И нормально И можно как бы Проголоть Это Смотри Это уже не мистический Это уже совсем другая книга Да Это классический роман В том плане Что Не то что я его взял И попытался допрыгнуть Классиком Нет По укладу То есть Главным Главный герой Это и собственно Является Зерной Сердцевины Романа То есть Его характер Его мысли Чувства Эмоций И его Изменения Я имею ввиду Главного героя От первой До последней Страницы Романа То есть Все пляшет Вокруг него Человек Меняется В течении Произведения И получает Ответы На какие-то вопросы Да Либо получает Новые вопросы Ну в общем Каким-то образом Да Изменяется И это Это как раз Реализм Я боюсь Слово Натурализм Наверное нет Это Перегибы было Но это вот Классический роман В каком времени Происходит действие Это наши Наши дни Да Современный Друзья Классический Роман Мы ждем его И Желаем Чтобы Скорейше У него была Дорога К читателю Спасибо Сейчас Музыкальный путь Продолжаем Концертного зала И еще одна песня Это как раз Песня с трека Женевю Это самая личная Песня Это песня Посвященная Супрую И так вышло Иногда так бывает И в этот раз Случилось снова Самая личная песня И самая искренняя Стала Самой Пока на данном этапе Самой прослушиваемой Суббом Который вышел Светлана Привет Надеюсь Вы в компании Страны ФМ Не оправдать никак Ни твоей жертвы Ни преданности По глупости Или из гордости И выбивался Изо всех сил Я истерил И кричал Отпусти Ты продолжала нести Презирая себя И слав Ты несла меня На руках Привозь мокрая боль Стирая ноги в кровь А я дурак Подумал Есть ли любовь И на земле Как на небесах Просто несла Меня на руках Презирая Эти тебя И страх Просто несла И не зла И не зла И не зла И не зла Жизнь моя Череда неудач Миллиард Нерешенных задач Адвокат Сам себе И палаш Оооо Эх Гневрастенник И циник И брач Смех на вене изменяет плач Я то скучен идти, кто трюкач Я то скромен, то рвач Презирая себя и страх Ты несла меня на руках Превозмогая боль, сбивая ноги в кровь А я дурак, все думал, есть ли любовь Ты на земле, как на небесах Просто несла меня на руках Презирая себя и страх Просто несла, и несла, и несла, и несла, и несла И будто от мира ослеп Запутался, не найти след Заплутал и тихо осел Ты куда ловела на свет Превозмогая боль, сбивая ноги в кровь А я дурак, все думал, есть ли любовь Ты на земле, как на небесах Просто несла меня на руках Презирая себя и страх Просто несла, и несла, и несла, и несла, и несла Просто несла на руках Не сла, и несла, и несла, и несла, и несла Что сказала Светлана по поводу этого трека, когда я его услышала? Расскажи-ка, да Ну, она сказала, что ей понравилось, но как-то слишком притомно Я даже переживал, и вот честно, даже думал, может, тогда и не брать на альбом Но как бы, если даже супруга А если бы она сказала не брать, ты бы сказал, ну Я бы сказал, да-да-да, не буду Переименовал бы и все равно взял Назвал бы не на руках, а на ногах Да нет, но все-таки творчество есть творчество А дела семейные не у вас семейные Слушай, несла меня на руках Насколько ты в быту самостоятельный человек Или все-таки вот эти вот творческие переживания, мысли о том, как создать песню Они как-то тебя отодвигают от того, что есть другие сферы? Отодвигают, но мне кажется, есть еще такой же распространенный миф О том, что вот люди творческие, они вот ни к чему не приспособлены Это очень уютное такое облако, в котором У меня даже вот есть масса знакомых музыкантов Которые в семье так и строят отношения То есть я как бы творческий, с меня спрос невелик И начинает, скажем так, пользуясь этим проездным билетом Где-то свинячить, где-то слишком много эгоизма включать То есть понятно, я где-то прям Сергей Безруков И не в актерском мастерстве Это такое местное, семейное название Ну то есть взял, одно починил, два поломал Это ты про себя сейчас действительно так говоришь Да, да Я к тому, что... Операционку на компьютере переустановить это... Ну и выбросить, как следствие, компьютер Хотя физико-технический факультет когда-то оканчивал Ну у тебя серьезный вуз, да Да, но вот я могу растеряться, что-то запаниковать И что-то делать руками это не мое Хотя с другой стороны здесь тоже, ну Есть какие-то вещи, целый ряд вещей Которые, то есть я не соберу с нуля там, да Шкаф, просто елочку сперев в лесу Швеции загрустили, но ничего, ничего, нормально Но какие-то, ну какую-то мелочевку, да, там сделать Но при этом вот, не будем называть фирму Но есть знаменитая шведская мебельная фабрика Так И как-то вот, чтобы вы понимали, насколько сильно я вот Сереже Безруков не приспособлен То есть собрать-то я собрал не одно мебельное изделие этой фабрики Но при этом у меня от отверток и прочего Ну оно же там все собирается, несложно У меня были, ну, мозоли до крови В смысле, вот серьезно Скажи, родились ли какие-нибудь стихи, может быть, нецензурного свойства После того, как ты собрал Все они остаются там, при том столе и том кресле, который я собрал Ну а, например, какие-то еще уборка квартиры Может быть, готовишь хорошо, что-нибудь такие вот простые мирские вещи Готовлю, увы, хорошо Увы? Да, увы, хорошо, потому что не то, чтобы я любил готовить И готовлю обычно наугад, интуитивно То есть я вот какой-нибудь достал рецепт, просмотрел, ну, в принципе, понятно То есть я никогда не считаю, сколько именно и какой величины нужно бросить штук лука или картошки Как мелко резать То есть потом готовлю так вот, вроде бы, вот, наверное, достаточно Нет, вот еще ложечку добавлю и получается, как правило, вкусно Ну, молодец Ну, это, наверное, единственный плюс Потому что убирать, ну, как-то нет, к сожалению Зато хороший музыкант, друзья Негатив продолжает концертный зал на телерадиоканале Страна.ФМ И у нас на очереди песня под названием Это трек называется «До дна» Это трек любви к родине, к большой и малой Просим Столько тебе спрятано Тайны разгаданы Эта лимония заставляет жить на вершине кратера Чем всегда оправдана Кем, скажи, власть дана Снова возвращай, чтобы исчерпать каждого из нас до дна В мире так много чудесных мест И тем для песни честь популярней Предательство, честь, отвага и месть На крайний случай есть сияние ночей полярны Сегодня имя твое звучит гордо Орут аккордом, а завтра опять Подниму твое пугнетенье народно Мол, несвободной птицей в стремлении летать Ты дорога мне и в нарядах, и гола Ты румяная, и неумытая Мне все равно, насколько я тебе дорог Ты победителем вернулась или побитой Мне все равно, кто тобой управит В садник какой купает красного коня Я не устану тебя слабославить Врастать корнями день от дня Ведь столько в тебе спрятано Тайны разгаданы Эта лимония заставляет жить На вершине кратера Чем всегда оправдана Кем, скажи, власть дана Снова возвращать, чтобы исчерпать Каждого из нас до дна Эта тема скорее для близких О том, родился и рос где Навряд ли интересно журналистам Едва ли скрыта здесь сверх идея Край Краснодарский, район Белоглинский Станица, названная в честь Успения Там не бывала Настасья Кински Не заезжал и Павло Коэли В полях бескрайних рож колосится Бериарты крады подбирают небосвод Река стремит свои воды небыстрые Не как все, а с запада на восход Лишь той водой я могу напиться Душа лишь там покой обретет От той привязанности не излечиться Лишь обострение до приступа из года в год Мы первый раз были с Лешкой в штатах С балкона созерцаем бухты с яхтами Казалось, вот где счастье спряталось Сгребла тоскава хапку с бухты барахта Сердце поссорилось вмиг с головой Разбило довод и дрыз булавой Солнце его не греет, не веет солью прибой Просит билет, чтоб отсюда скорее домой Столько в тебе спрятано Тайны разгаданы Эта лимония заставляет жить На вершине кратера Чем всегда оправдана Кем скажи власть дана Снова возвращать, чтобы исчерпать Каждого из нас до дна 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 Друзья, негатив в концертном зале, красивая песня, я думаю, в Краснодарском крае сейчас, ну просто вот, слушай, с особым трепетом слушают это произведение. Часто ли там бываешь вообще сейчас? Как? Живешь в Петербурге? Стараюсь, стараюсь часто. Я могу сказать, что за прошлый год, причем такими большими длительными периодами был, а еще он не прошел, ну четырежды был, поэтому, ну, как-то так. Я думаю, что нередко. Какие самые для тебя памятные, самые любимые места, может быть, там в родных краях? Что это и почему? Ну, вопрос, конечно, такой. Ну, с одной стороны, конечно, это малая родина, это, собственно, станица Успенская, Белогринского района. Вот. Не знаю, что в ней такого есть, но что-то вот есть, что заставляет ехать из года в год прям снова и снова. Был период сложный мне, когда два или три года я там не появлялся. Это уже во взрослой жизни? Это прям, ну, больше двадцати лет было, да. Да. И это прям наваждением стало каким-то, то есть она прям снилась одну ночь, вторую подряд, третью, вот, прям не мог туда не поехать. Там же потрясающие красоты природы. Ну, там-то степь, степь, степь кругом, да. Я вот переехал в Петербург, мне нравилось в детстве сказки русские народные. Прям был сборник сказок, написанный Афанасьевым, однофамильством моим, возможно, и родственниками. Я все время думал, а что такое, вот лес, что такое лес? У нас там поле и там поле, а пушка, что это? Роща, полянка, как это полянка? Вот даже посмотреть-то негде было. Может быть, ты и снега-то особо не видел. Ну, были вот, в прошлом году, допустим, не было снега, ну, я уже не жил в Краснодаре, но снега не было ни единожды за всю зиму. Поэтому, и он выпадал, все радовались, было такое, что он выпал, через два часа растаял, и, собственно, все за эту зиму. Вот, и какие-то есть места, такие, мне нравится рыбалка, я на спиннинг рыбачу. Причем, друзья, ловит рыбу и отпускает берите на вооружение. Да, вот, поэтому все, что связано с бесконечными, там, степными речками, большими и малыми, на Кубани, какие-то такие свои маленькие, мелкие заводи, но безумно красивые, там, и в Тбилисском районе, и в Каневском, где их только нет. И на море есть такой маленький, это даже не поселок, наверное, поселок, да, бухта Инал, и рядом есть голубая бухта. То есть тихая, известная только местному населению, недалеко живущему, не переполненная, как правило, никогда отдыхающими. То есть вот там просто можно побыть наедине с морем, подышать, послушать его, и чтобы оно тебя послушало, если вдруг захотелось свои вот такие вот песни и подобные им погорланить ночью. По поводу песен и по поводу горланить, правда ли, что ты 10 лет горланил казачьи песни в хоре? Ну, чуть-чуть меньше, но... Да, было дело, да, в песне, в ансамбле казачьи песни и пляски «Сохрани песню». Сейчас у нас песня будет... Требовательное такое название, то есть есть казачья вольница, есть креница, есть кубанский казачий хор, есть «Сохрани песню». Ну, краль такой, да, музыкальный, да. Да, и мы сохраняли, причем, мало того, название неспроста такое. Я даже видел, как музыкальные руководители ансамбля встречались с бабулечками, с дедулечками местными, да, там, в станице Тбилисской, и переписывали, то есть и записывали, тогда, по-моему, с диктофоном было сложно, были... Это графическая экспедиция, практически. Были магнитофоны, которые вот двухкассетные, они записывали и записывали текст песен, каких-то песен очень редких, станичных, диковинных, вот. Поэтому это было не просто так название, в самом деле старались сохранить. Спасибо. Ну, а сейчас то, что хранится у тебя на жестком диске. Следующий трек. На жестком диске у звукорежиссера там доверху, да. Это песня «Невесомость», легкая, лирическая и невесомая песня. Поехали. Могла же ты не оборачиваться и пройти, или же попросту не появляться на моем пути. А теперь думай, то ли ангел ты воплоти, то ли стоит зажмуриться и досчитать до десяти. Скажи, зачем была нормальная система быта? Половина переломана, дарая разбит атом, и что между нами спали монолитом? Заплясали сердце твоего подчувства по фритмам. Может, меня подменили? Здесь уже не я, удары участились до головокружения. Раскованными стали разговоры и движения. Против воли прозрачился в жилы священные. Я на радость или на беду, а в реальности или в ряду. Я словно без моря на берегу, то ли летаю, то ли бегу. Земля уходит из-под ног. Вот так новость, я в невесомости. Рядом с тобой, в притяжении ноли. Земля уходит из-под ног. Вот так новость, я в невесомости. Рядом с тобой, неужели это медленно, но верно? Снежинки летят с головы до пят. Звездам через тернии, потом кувырком назад. Ужасом объят, как Агерда. Отопи меня тепло, но не обожги. Ум был будто церпель. Носорвался с цепи, хвост поджал из пули. Мысли играют чихарду. Там карнавал и шум царя. Я рад теперь всему городу. За все и все благодаря. Ну что теперь, каков исход? Туда несет наш пароход. Чему кружится небо звуд? Земля уходит из-под. Земля уходит из-под дну. Вот так новости, я в невесомости. Рядом с тобой, в притяжении ноли. Земля уходит из-под дну. Вот так новости, я в невесомости. Рядом с тобой, неужели это... Студия 89,9. Концертный зал. Друзья, Владимир Афанасьев, он же негатив по-прежнему в концертном зале телерадиоканала «Страна-ФМ». Спасибо за эту красивую лирику. Спасибо. Спасибо, это было чудесно. И это было великолепно, насколько я понимаю, по сообщению, которое пришло к нам из Санкт-Петербурга. Спасибо Владимиру за прощальный концерт группы «Триада» в Питере. До сих пор под впечатлением. Спасибо вам, ребята. Расскажи, может быть, там у кого-то еще остались вопросы, что там с «Триадой», какие новости, что на данный момент. Собственно, все. Все? Она стала историей? Она стала историей, да, окончательный и бесповоротный. 13 октября в Москве и 19 в Петербурге прошли последние концерты. И единственным неприятным моментом является то, что приходится постоянно из раз в раз повторять ребят. Но давайте так. У нас же, в принципе, главным массивом, основом всего нашего творчества была искренность. И раз уж мы сказали, что это последние концерты, то у нас не будет прощальный тур, дополнительный прощальный тур, прощальный тур по многочисленным просьбам слушателей. И было принято решение, оно опиралось на довольно-таки простые предпосылки. Мы по-прежнему общаемся и дружим с Лешей, с Диной, с вторым участником. Но мы перестали быть группой, поскольку его музыкальный вкус и мой музыкальный вкус совсем не тот, как был в 99-м году, когда группа только образовалась. Без малого 20 лет мы просуществовали. И в силу того, что и он, и я настоящее свое творчество видим совершенно по-разному. А группа это уже не то, потому что группа людей, допустим, в альпинизме, это люди, которые идут как минимум в одном направлении. Единомышленники. Да, ночуют в одних либо в соседних палатках. То есть какое-то должно быть со мысли, сопереживание друг к другу и движение в одном направлении. Раз уж так получается, что я пишу свой текст про Ивана, Леша про барана, и наоборот, когда я пишу про барана, он про Ивана, но смысл друг друга мучить, досаждать, надоедать и трепать нервы из года в год. И ситуация длилась, наверное, последнего года 3-4, может быть, 5. Нарастало, множилось, как снежный ком. Мы просто сели, поговорили на городке по душам и решили, ну, все, давай, надо как в боксе уйти вовремя. Я говорю, как бы согласен. Слушай, за это мы вас и уважаем, и обожаем. За эту искренность, за честность, и за этот большущий процент настоящности. Спасибо. Значит, с триадой мы разобрались, друзья. Все, вопросов больше не задавайте, не пишите. Я думаю, что вы поняли. Если не поняли, потом в повторе пересмотрите. 19-й год на подходе. Что там нам ждать? У тебя какие замыслы, кроме фестиваля, кроме концертов? Звучит так, конечно, мне только бокала не хватало. С лимонадом или с шампанцем. Дорогие друзья, в наступающем 19-м году Хочу пожелать, конечно, вам счастья и здоровья. Что будет у меня? У тебя, конечно. У меня не верю в сглаз и в порчу, но я надеюсь, что будет сейчас в разработке находится проект. Он уже утвержден был, снял пилот сериала. Это компания Good Story Media, она же АМЕДИА, это НТ. То есть хороший, мощный сериал. С режиссером, которого я очень сильно люблю, это Борис Хлебников. Есть утвержденный уже пилот, и сейчас в разработке само производство сериала, которое начнется в 19-м году. И в 19-м году, судя по всему, насколько мне известно, будет и показано. То есть сниматься будет в первой половине. Я прям очень жду. А теперь расскажи, почему ты ждешь? Потому что режиссер Боря Хлебников. Потому что небольшая, но длительная и очень интересная роль. Потому что для меня этот сериал дорог, я ездил только на пробы раз, наверное, шесть. То есть я утверждался с одним режиссером, с другим, потом с третьим, потом были ансамбли. И все это тянулось, и я думал, ну уже дождусь ли или нет. Потом была интересная история с тем, что мне позвонили и сказали, извините, вот все-таки, все-таки, всем все нравится, но продюсеры сказали, что нет, нужна именно звезда ТНТ на вашу роль. И я успел расстроиться, практически расслабиться, потом сказали, извините, подумали, вот нет, вы в любом случае в проекте, вот мы вот переделали, ну, будет другая роль, но вы в проекте, вот такая вот роль, давайте. Ну, в общем, и Боря Хлебников невероятный режиссер, и человек галантнее, интеллигентнее которого на настоящий момент, на 37 лет теперь уже своей жизни, на жизненном пути я не встречал ни разу. Это что-то для меня неудивительное, невероятное и чудесное, это человек, рядом с которым ты себя ощущаешь быдлом, в смысле, потому, сопоставляя свои манеры, свое поведение, что-то еще там, реплики, способности, возможность держаться на площадке и в общении, да, там, в социальном, за площадкой, ты сопоставляешь, думаешь, блин, ну я, наверное, что-то вообще, я смотрю на Борю, такое вообще дремучее быдло, вот. Самокритичный артист. Да нет, это невероятный режиссер, в самом деле. Мы еще не снимаем этот проект, это не то, что там я авансы раздаю. Я понимаю, что это будет еще в следующем году. Да, я, правда, был, ну, по-настоящему в восторге от личности, и вся команда очень крутая, и актерский состав, и съемочная группа, поэтому я прям вот жду-жду-жду. Второе, с чего я жду, это, собственно, издание книги «Фан-Фан», вот, и если первая была «Проба и пера», по большому счету, и там есть какие-то такие склизкие, скользкие, корявенькие моменты, и их много в астрологическом суде. Да, хотя, ну, многие люди хвалят, но это не заслуга моя, это, наверное, средний уровень литературы сейчас невысок. Вот, я объективно понимаю, что далеко и до хорошей книги, а вот «Фан-Фан», по моим ощущениям, он близок. Это не то, чтобы прям отличная, блистательная, гениальная какая-то книга, но это та книга, за которую мне не стыдно. Я надеюсь, что и читателям будет не стыдно. Вот, и что касается музыкального материала, я буду копить, аккумулировать, собирать. Хотя бы по седрику-то будешь выдавать? Ну, я в любом случае, мы будем снимать клипы, и мы будем снимать в грядущем году, ну, точно, хотя, ну, понятно, что с большой долей вероятности, точно, человек предполагает, Бог располагает. Ну, собираемся, в общем. Да, визуализировать песни на руках и все равно, и, в принципе, у нас есть такая концепция, еще до того, есть такая, да, поговорка до того, как это стало мейнстримом. Мы делали клипы с воу-эффектом, то есть способные удивлять, и будем стараться этим традициям придерживаться, ну, то есть делать качественное, красивое, с драматургией внутри и какие-то удивляющие зрители. Поэтому есть чем заниматься, работы прорвой, и для того, опять же, чтобы сниматься в проектах кинематографических, занимаюсь потихоньку актерским мастерством, для того, чтобы петь свои песни, занимаюсь вокалом. Поэтому есть куда расти, есть к чему стремиться, есть к чему заниматься. Спасибо. Будут ли, может быть, стихотворные издания у тебя? Я не считаю себя поэтом ни в коем разе. Ну, об этом мы поговорим тогда, когда выйдет вторая книга Владимира, друзья. Значит, не забываем завтра в 20.00 в клубе 16 тонн. Да. У «Негатива» будет концерт сольный в поддержку альбома «Жим и Виу». Приходим все, подпеваем, ну, и приобретаем пластинки, потому что они будут в живом исполнении. Можно компакт-диск взять и подписать. Можно подписать автограф, да, что на диске? Вдруг кто-то не в курсе. Есть у нас, так как вот с клипами есть традиция, есть другая добрая традиция. Независимо от количества пришедших людей на концерт, всегда после концерта, я считаю своим долгом выйти со всеми желающими, сфотографироваться, подписать, если есть что-то, кому-то хочется подписать, ответить на какие-то вопросы, если они у них есть. Сколько бы это времени не занимало и в каком бы состоянии я не пребывал после концерта. Поэтому подпишем, чтобы вам такое подписать не захотелось. Спасибо. Финальная песня. Владимир Афанасьев. «Негатив» в концертном зале. Спасибо и... Спасибо вам. Времени нет. Времени нет. Времени нет. Времени нет. В голове весь этот нелепый бред. Времени нет. Времени нет. В осень дешевом пальто, скелеты берез в горизонт. Пялят глаза. Время несется листва. Время нет. 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 И обман запускает секунды в тираж Мчится земля, все несется куда-то Не догоняя из-за тебя Человек начался, кончился раз Есть лишь момент, что было, остыло Что будет мираж, времени нет И обман запускает секунды в тираж Времени нет Студия 89,9 Концертный зал